Добрый вечер, Гомель! День работников леса в Беларуси традиционно отмечают в 3 воскресенье сентября. В этом году праздник попадает на 20-е, поэтому с гостями сегодняшней передачи, которые, ну, конечно же, представляют лесную отрасль нашей области, поговорим о лесном фонде, о достижениях и перспективах работы лесоводов. Ну, а кроме того, узнаем, где находятся в нашей области самые грибные места и как заготовить правильные дрова на зиму. Знакомьтесь, пожалуйста, с гостями передачи. У нас сегодня Сергей Тарасов, главный лесничий Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Добрый вечер, Сергей Александрович! Добрый вечер! И Игорь Дегтярик, директор Гомельского опытного лесхоза. Игорь Николаевич, добрый вечер! Добрый вечер! Первым задаю вопрос, который очень актуален для каждого, у кого на готове стоит лукошко, есть уже в кармане перочинный ножик и резиновые сапоги у порога. Скажите, пожалуйста, можно ли посещать леса в Гомельской области, вот на данный момент? На сегодняшний день в нашей области все леса, за исключением Октябрьского района, открыты. То есть можно свободно посещать, заниматься сбором грибов. Леса открыты, за исключением Октябрьского района. Там более сухо, я так понимаю, да? Да, все верно. Пожара, опасная обстановка. Было меньше осадков, соответственно, введен там запрет на посещение лесов. Ну что ж, дорогие друзья, пожалуйста, Житкович, Жлобин, Мозырь, Калинкович, Игорь Николаевич, конечно, скажет, Гомельский район, пожалуйста, грибы можно собирать в лес, можно входить. Ну что ж, это, наверное, очень символично, что день работников леса отмечается осенью, к окончанию пожароопасного периода, да, и туристического сезона, когда можно подвести итоги и, наконец, наградить тех, кто этого достоин, работников леса. С какими результатами Гомельское производственное лесохозяйственное объединение подходит к профессиональному празднику, который вот-вот, в будущее воскресенье, 20-го числа? Ну, хочу сказать, что с очень неплохими результатами, очень неплохими. По итогам 2019 года два наших лесохозяйственных предприятия, именно Гомельской области, были занесены на республиканскую доску почета. Это Гомельское производственное лесохозяйственное объединение и Гомельский опытный лесхоз. Среди 62 предприятий всех направлений деятельности нашей республики, вот, и по лесному направлению только два, и именно в Гомельской области удостоены такой чести. Конечно, это заслуга наших коллективов, наших работников, показатели, которые область демонстрировала за 2019 год, они, ну, достойные. Может, не буду перечислять, но это ключевые, назову, что это максимальный объем лесовосстановления, который мы провели, площадь 19 тысяч гектар. Это экономические показатели наши, и выручка, и экспорт, и рентабельность. У нас на хорошем, достойном, высоком уровне все это оценено, и, соответственно, поэтому такая оценка дана работе объединения и всему коллективу. То есть при оценке комплексный подход такой осуществляется, да, смотрят по всем направлениям и оценивают. А часто бывают предприятия Гомельской области лесного направления на республиканской доске почеты? Может быть, каждый год такое происходит? Нет, конечно, у нас республика большая, но вместе с тем наши предприятия, вот, Игорь Николаевич может добавить, он в республиканской рейтинге, постоянно один из лидеров. Значит, на уровне республики Гомельский опытный лесхоз у нас постоянно занимает лидирующая позиция. Это очень здорово. Ну, чем, кроме того, что предприятия попали на доску почета, примечателен этот год? Про 2020 год. Ну, скажу, что, несмотря на ситуацию, в которой пришлось работать, ну, всей республике, всему миру, я имею в виду пандемию, вместе с тем у нас, ну, с большим оптимизмом мы в 2020 году к сегодняшнему празднику подходим. У нас, ну, практически, опять же, ну, не буду хвастаться, но практически по всем направлениям экономическим у нас рост выручки происходит, опять же, рост экспорта, у нас объемы лесовосстановления мы занимаемся, посадка и весной посадили достаточно большие. Мы сейчас готовимся на значительных площадях, поврежденных короедом, произвести работы по дополнению лесных культур. Думаем уже про следующий год, про 2021, что нам тоже в этом году предстоит очень большая работа с большим оптимизмом, скажем так, подходим к празднику. Это очень здорово. Вот меня всегда удивлял талант лесовода выстроить практически безотходное производство. Ведь у вас, ну, от того момента, что вы семечко, да, сосны там ели, какого-то другого дерева кладете, как сейчас говорят, в кассету, да, вот посадите, да, до того момента, что вы убираете кору, опилки и ветви в лесу после того, как лес рубят и щепки летят. Правильно? Вот, ну, буквально все у вас идет в дело. Скажите, пожалуйста, вот это было легко или не очень легко наладить вот такой безотходный процесс производственный? Я отвечу сразу, что, ну, вопрос есть. Вы вот правильно такую интересную тему затронули. Безотходность нашего производства. Ну, слышали, не слышали многие. В этом году у нас введено в эксплуатацию два пилетных производства. Это производство направлено на использование древесины, низкокачественной, низкосортной дровяной древесины, которая у нас, ну, к сожалению, в области до определенного времени не находила сбыт. Наша область достаточно газифицирована. Сбыт на дрова у нас, он постоянно уменьшается. В этом году ввели в производство два пилетных предприятия, которые переработают дополнительно низкокачественные древесины в объеме 160 примерно тысяч кубометров. Это для нашей области очень неплохо, но на этом наши планы не останавливаются. Игорь Николаевич в 2021 году планирует такое производство организовать. Где-то в Гомеле, недалеко от Гомеля или в самом городе даже? Это будет недалеко от города Гомеля, это поселок Калинино, там, где находится у нас... Это по Черниговской трассе, да? По Черниговской трассе, цех для обработки древесины. Для строительства мы уже, значит, есть указ президента специально о выделении этой земли. На сегодняшний день производятся проектные работы по строительству, объявлен конкурс на закупку оборудования. У нас все идет согласно программы, согласно графиков. Значит, я убежден, что наш коллектив в 2021 году, как и положено, в июле месяце ведет в эксплуатацию пилетный завод, который... Вот приблизительно такой же, который мы сейчас видим на экране, да? Вот жидковический пилетный завод, но здесь уже это не завод? Он будет аналогом жидковического лесхоза, завода этого. Поэтому планируем, что это дополнительно нам даст... Что нам это даст? Это дополнительно нам даст увеличение валютной выручки, поступления в страну валюты. Ну, я так понимаю, что эти пилеты более активно за границей покупают, да? Наши люди все-таки привыкли или газом отапливаться, да? Или, если уже так на то пошло, то просто дровами, да? На сегодняшний день пилеты – это стопроцентная экспортная продукция. Поэтому мы и надеемся, что в ближайшем обозримом будущем все-таки рынок и на внутренний пойдет, они. Потому что все-таки пилеты – это... Ну, люди просто не привыкли, Игорь Николаевич, мне так кажется. Мир не стоит на месте, поэтому мы тоже как-то всего чего-то боялись, думали, что к нам это не придет. Поэтому я уверен, что через несколько лет и придут пилеты к нам, и котлы на пилетах. Все-таки это экологическое сырье. Ну, я вам хочу сказать, что дачники покупают пилеты, есть. Я видела у соседа на даче баню топит именно этим, дровами и пилеты, да, именно так. Сколько лет вы работаете в отрасли лесной? 20 лет. 20 лет. Начинали? С какого лесхоза и в какой должности? Чтобы у наших зрителей не сложилось впечатление, что Сергей Николаевич сразу попал в Гоменское областное лесохозяйственное объединение главным лесничим. Я начинал в Мозорском лесхозе по распределению. Начинал с инженерской должности. Направление мое было лесовосстановление, лесной культуры. В дальнейшем прошел по этапам. И в 2017 году с должности главного лесничего Мозорского опытного лесхоза был назначен на должность главного лесничего в областное управление. Игорь Николаевич, а вы, спасибо. Я хотел бы отметить, что я родом сам вообще из Брестской области и на Гомельщину попал по распределению. Значит, первая моя должность это лесниче-василевичского лесничества Василевичского лесхоза. Это Реческий район? Это Реческий район. Пять с половиной лет я проработал лесничим, затем пять с половиной лет я проработал главным лесничим Василевичского лесхоза. И в 2011 году был назначен на должность директора Гомельского лесхоза. И работают по сей день на должности директора. Ну, пусть еще много ступенек в вашей карьерной лестнице будет, конечно. Вы знаете, вот это имя вам хорошо известно, потому что обычно работники лесной отрасли всегда помнят о своих ветеранах. Ведь так? Стараемся не забывать. Конечно. Борису Ивановичу Онищенко, ветерану лесного хозяйства, в этом году исполнилось 80 лет. Правильно? Я не ошиблась? И вот мы уже связываемся с ним и прямо сейчас попросим поделиться воспоминаниями о событиях, которые сегодня можно считать легендарной историей лесного дела. Борис Иванович, вы с нами на связи? Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Здесь у нас в студии Игорь Николаевич Дегтярик и Сергей Александрович Тарасов. Вот я им задавала вопрос, сколько лет они в лесной отрасли. А теперь вам задам вопрос. Сколько лет своей профессиональной деятельности вы посвятили лесу? Я проработал в лесном хозяйстве более 48 лет, начиная с 1937 года после окончания техникума. В должности участкового хозяйства лесоводов. Так. Борис Иванович, я так понимаю, что бывших лесоводов не бывает. Правда? Да. Ты сейчас работник лесной отрасли. Правда? Да. Да, 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 да. Борис Иванович, вот вы были генеральным директором Гомельского производственного лесохозяйственного объединения с 1986 по 1999 год. Но это ведь непростой период, правильно? 1986-й. Это Чернобыль. Ну а потом лихие 90-е. Так ведь? Какой опыт вы приобрели в те годы? Какой опыт приобрели работники лесной промышленности Гомельщины в те годы? Что положили в копилку на работах Гомельского ПЛХО? Пожалуйста. Да, да. Мы получили высокого долга, ответственностью все лесоводы, значит, приняли внимание всю нашу эту обстановку и с таким тартом, с таким взвением работали, что мы выполнили все планы и не допустили никаких других, так сказать, погрешностей в работе. Ну а какие могли быть... Показательные ответственности лесного хозяйства не ухудшились, а наоборот по отдельным позициям улучшились. Я хочу отметить и сказать, что там мы воспитали очень много хороших людей, потом последствия стали руководителями наших подразделений лесного хозяйства. Прекрасно. Борис Иванович, ну чтобы зрителям было понятно, скажите, вот в 86-м что вы пытались не допустить? Ведь тогда было очень сухое лето, правда? А если бы случились пожары, то это повторное заражение территории, да? Вот это было на первом месте, задача была поставлена, и мобилизация всех коллективов была на то, чтобы не допустить лесных пожаров. С чем мы справились успешно, вот, и не допустили больших пожаров. Были небольшие вспышки, которые всегда прислушивались в лесном хозяйстве, и поэтому мы их ликвидировали вовремя, и поэтому обстановка не ухудшилась. Все было так, как надо. Борис Иванович, наверняка вам уже сейчас поступают поздравления с предстоящим профессиональным праздником. Ведь так? Да. Есть такое, да. Есть, да. Скажите, а что бы вы хотели пожелать коллегам, работникам лесного хозяйства в преддверии профессионального праздника? Значит, уважаемые лесоводы нашей Комельской области. Мы с вами прошли очень трудный период жизни страны, поэтому вы все опытные люди, опытные лесоводы, опытные друженики лесного хозяйства. Кроме лесоводов, кроме инженерно-российских работников, это и трактористы, и водители лесоводов, значит, лесники, и рабочие заготовки леса. Поэтому я всем пожелаю быть такими стойкими, такими преданными лесному хозяйству, чтобы в дальнейшем все преграды, все сложности в работе лесного хозяйства мы преодолевали успешно, как это сделали мы в 86-м. И в последующие годы совместные работы со мной. Спасибо вам всем за работу в тот период. И благодарю вас всех лесоводов нынешних за то, что вы держите хорошую марку. И я с удовольствием слушаю репортажи и передачи о том, что в лесном хозяйстве области существует, поддерживается порядок, за который я очень рад. Прекрасно. Борис Иванович, уважаемый, мы благодарим за эти теплые слова и в наш адрес журналистов. Я там даже и журналистов увидела, услышала, потому что не без нас готовятся эти репортажи. Желаем вам доброго здоровья и еще долго-долго оставаться в строю. Всего хорошего, доброго вечера. Немало ветеранов в лесной отрасли, и со всеми вы поддерживаете отношения. Ну, стараетесь, да? Стараемся, конечно. На мероприятия приглашаете и опытом, наверное, просите этого опыта. Расскажите, дорогие ветераны, так ведь? Конечно, конечно. Потому что у нас, наверное, специфика нашей профессии такая, что лес – это тот ресурс, который не вырастает за один год. Со сне нужно 80 лет, чтобы она достигла возраста спелости. И то, что мы сейчас работаем, чем мы пользуемся, это, конечно, то, что оставили нам наши предки. Ну, и наша задача – сохранить, приумножить лесные богатства и оставить нашим потомкам. Я можно добавлю? Конечно. Я вам скажу, у нас жизнь не стоит на месте. С каждым годом все, какие-то новшества и новшества происходят. И мы, значит, перед 75-летием празднования лесхоза взяли, собрали своих ветеранов. А, кстати, сколько гомельскому лесхозу? 80 лет будет в следующем году. Перед 75-летием вы собрали ветеранов? Перед, да, перед 75-летием мы собрали ветеранов, заказали автобус. И просто хотели показать, как работает лесхоз в нынешних условиях. Я вам скажу, люди, которые уже давновато еще вышли на пенсию, мы хотели показать, с чем мы работаем, как мы работаем. И было очень приятно, когда мы провезли людей, показали, в каких лесничествах люди работают, какие домики охотники, какие в цеху новые установленные линии. Люди, знаете, они так смотрели, конечно… Какая техника в лесу, правда? Когда люди очень, знаете, так смотрели, удивлялись, как все-таки ушли вперед новые технологии. Поэтому им очень было приятно смотреть за этим. Я говорю, ну, как мы сделали в гомельском лесхозе. А это очень правильные шаги, вот такие. И, ну, мне кажется, ветераны всегда оценят тот момент, что с ними поддерживается связь. Во-первых, не забывают, а во-вторых, хотят посвятить в дела дней сегодняшних. Вот на селе существует понятие урожайности. Исчисляем мы обычно урожай как? Цельнерами с гектаров. А есть ли схожая статистика в лесном хозяйстве? Есть. Есть? Ну, у нас, в отличие от урожайности, у нас немножко другие понятия, конечно же. Плотность посадок или как? Нет, ну, в основном это запас на… Понятие такое, как запас на определенные единицы площади. То есть запас древесины, которая имеется на определенном… на гектаре, условно говоря. Запас древесины на гектаре. На одном гектаре, да. У нас в среднем по области получается на гектаре 210 примерно кубометров древесины. Ну, если говорить, лед же тоже растет, древесина тоже на одном участке, на одной площади, на любой площади, в принципе, она и прирастает. Среднее изменение запаса, то есть прирост, сколько появляется за год древесины, примерно 3,5 куба, 3,5 метра кубических на гектар. На гектар. Хорошо. Ну, Сергей Александрович, ну, очень сложно ориентироваться 210 на гектар, да? А может быть, раньше сколько было? Или нет таких цифр? Или к чему вы стремитесь? Или сравните, например, с любой другой областью? Или в среднем по республике? Вот у нас 210 на гектар. Да, по республике чуть выше. Значит, ну, и прогноз такой, что примерно по республике к 2025 году у нас она поднимется до 220 кубометров на гектар. Понятно. Ну, а если сравнить с прошлыми годами? Увеличивается. Понемножку растет. У нас увеличивается количество. То есть было даже такое, что меньше 200 на гектар на Гомельщине было, да? Да. Было. Тут сложно немножко объяснять, потому что здесь связано и с возрастной структурой наших лесов. Ну, пойдем очень глубоко тогда, если говорить. Ну, в принципе, идет увеличение, да. Я поняла. Ну, для обывателя, для дилетанта, вот как для меня, мне нужно запомнить. 210 кубов на гектар. Да. Средний. Все. Хорошо. Игорь, вопрос. Вот по итогам 2019 года Гомельские лесоводы лучшие в стране. И на республиканской доске почета, наряду с Гомельским областным производственным лесохозяйственным объединением, Гомельский опытный лесхоз. Вот как вам удалось достичь таких результатов? И как собираетесь удерживать эту позицию? Я вам скажу, знаете, тут нет какого-то определенного секрета. Что мы сделали? Мы, в первую очередь, собрали нормальную команду единомышленников, который хочет работать на результат. Создали условия для труда людей. У нас на сегодняшний день все административные здания благоустроены. Закуплена новая мебель. У нас в лесничествах и в лесхозе закуплена новая техника. Техники от одного до трех лет. Создали мы условия для быта нормальные для людей. Создали хорошие условия для труда, чтобы люди могли зарабатывать хорошую зарплату. И сегодня я вам скажу, за август месяц средняя зарплата по лесхозу 1651 рубль. Послушайте, я думаю, что телезрители прямо сейчас уже захотели идти работать. Так вот, я вам хочу сказать, что наше направление, чтобы не то, что первое место мы заняли в республике. Это все относительно. Сегодня для человека самое главное – это уровень заработной платы. Когда человек получает достойную заработную плату, в принципе, его заставлять не надо работать. На сегодняшний день в гомельском обыдном лесхозе нет проблем каких-то с кадрами. Нет текучести кадров. Много людей просится в лесхоз. Приходится выбирать лучших и с ними работать. Ну а вообще вакансии есть сейчас или нет? Несколько вакансий нет у нас. Но может быть какой-то список запасной вы имеете? Берете людей на заметку? На заметку люди приходят, просят оставлять свои резюме. Значит, если какая-то вакансия появляется, мы, конечно, смотрим, выбираем. Гомельский лесхоз лучше в республике. А сколько лесхозов вообще в республике? 98. Практически первые из сотни. Но вы же понимаете, что теперь требования высоки к гомельскому лесхозу, нужно же держать планку. Или вы, Игорь, делай, что должно и будь, что будет, правильно? Всегда хорошо работай, а там уже награда найдет героя. Дело в том, что я вам скажу тут, мы планки для себя не снижаем. Мы не для того, чтобы вышли на первое место, чтобы его там просто взять и спустя рукава дальше работать. Мы хотим ежедневно увеличивать благосостояние наших людей. Сегодня конкурс в республике проводится он ежегодно, раз в год, по итогам года. В области проводится поквартально. И на сегодняшний день за первый квартал и за полугодие по трём номинациям, которые проходят в области, это лучшее лесничество, лучшее цех и лучшее лесхоз, гомельский опытный лесхоз по всем этим направлениям занимает первые места. И, повторюсь, самая большая зарплата. Это очень здорово. Игорь Николаевич, ну вот в названии гомельского лесхоза присутствует ещё одно слово – опытный. Как много лесхозов, кстати, в Гомельской области с такой приставкой, и чем отличается опытный лесхоз от тех, в названии которых нет этой приставки? Ну, в области четыре лесхоза. Четыре лесхоза из 21 у нас имеют статус опытного. Это? Это гомельский, речицкий, мозорский и будокошелёвский опытный лесхоз. Ну, чем отличается опытный лесхоз? Ну, в свою первую очередь на этих лесхозах обрабатывается, скажем так, новое, то, что появляется в лесном хозяйстве. То есть это опытные площадки, по сути, да? Можно сказать и так, да. То есть это сотрудничество с нашей наукой, в первую очередь. Апробация нового, всего нового, что появляется у нас в отрасли, в нашем, скажем так, направлении. Вот это главное отличие. Но эти лесхозы, соответственно, они свой статус и поддерживают. У них обновлена техника, они не просто так этот статус получили, то есть там уровень лесхоза, ну, он достаточно, скажем так, высок. Помимо того, этот лесхоз, ну, в каких-то направлениях имеет свои уже достижения, особенности, отличия, заработанные в предыдущий какой-то период. Ну, знаете, у меня опять вопрос дилетанта. Хорошо, какие опыты, да, ставите на площадях гомельского лесхоза? Вот, что опробируете, да? Я вам скажу, что мы плотно сотрудничаем с институтом леса. И первые опыты у нас были по выращиванию микроколональных растений. Значит, затем совместно, вот на сегодняшний день мы совместно с университетом Скорыны, студенты, с преподавателями, значит, у нас в Приборском лесничестве специально отведено место по выращиванию разных видов грибов. Значит, когда у нас пошел короед... Разных видов, простите, Игорь. Это обязательно лесные грибы или это вот вешенки, шампиньоны? Это и вешенки, шампиньоны, разные виды. Значит, и я вам скажу, когда пошло массовое вот это размножение короеда, значит, и наступил пожароопасный период. Сжигать нельзя, а надо сжигать. Мы первые в лесхозе опробировали вот эту фрезу, немецкую фрезу по мульчированию вот этой массы. И на сегодняшний день уже много лесхозов работают по такой технологии. То есть не стоим на месте, что-то новое находим, что-то опробируем. Хорошо. А почему вот важно измельчить? Меня всегда мучил этот вопрос. Почему важно измельчить вот эти ветки-остатки? Потому что в них находится короед. Их надо измельчить до того, чтобы дальше он не вылетал. То есть если, например, оставить эти ветки в лесу где-то, да, то он там благоприятно размножается себе дальше и вперед на новые стволы. Я вам скажу, короед разлетается на метров 300 от очага. Поэтому тут надо оперативно вырубить насаждение, оперативно или сжечь, или промульчировать. Или измельчить. Измельчить, да. Чтобы не дать ему вылеты на следующее насаждение. Понятно. Вот теперь понятно. Хорошо. Сейчас я хочу порасспросить у вас про посадочный материал. Ведь на территории гомельского опытного лесхоза есть прекрасный питомник. И посадочный материал для формирования нового леса вы выращиваете каким-то новым способом. Вот у дачников есть такое понятие, как закрытая корневая система для кустиков, для деревьев. Вот точно таким способом формируются и лесные насаждения. Точнее, выращиваются, возделываются. Ну, у нас постоянный лесной питомник на базе гомельского опытного лесхоза введен в 2012 году. Площадь его 5 гектар. Значит, основная лесообразующая порода для Беларуси – это сосна. Вот у нас как раз это ваш питомник, верно? Да, это наш питомник. Значит, мы выращиваем сосну по трем направлениям. Сосна в открытом грунте, сосна в закрытом грунте в теплицах. И сосна, вот мы видим, с закрытой корневой системой. Значит, сосна, с закрытой корневой системой, она пусть по себестоимости немножко дороже, но она выигрывает за счет приживаемости. То есть после нее приживаемость составляет порядка 98%, и меньшее средство идет уже на дополнение. Поэтому это перспективный метод. И на сегодняшний день в лесхозе выращивается порядка 4000 сеянцев с закрытой корневой системой. То есть если вы посадили вот из кассеты такую сосоночку, то 98%… Порядка 98% приживаемость. …что она приживется. Это очень здорово. А, кстати, до какого возраста она в этой кассете растет? Через год мы ее высаживаем. То есть годовалой. Годовалой, да. Это сенец. Вот, кстати, расскажите, сенец и саженец – разница в чем? Сенец – это растение, которое получено из семечки. Из семечки. Из семечки, все правильно, да. А саженец – это уже пересадку потерпят. Ну, то есть вот сосна, о которой говорил Игорь Николаевич, вот с момента, как посадили семечка и до года, это сенец. Если его высадили в лес, это уже саженец. Правильно? Ну, мы создаем культуру, и получается, все равно сенцем. Мы его посадили, мы его больше не трогаем. Это сенец. Хорошо. Сейчас попрошу у вас немного статистики. Как много сенцев дает вот такой образцовый питомник? Вы уже назвали, но еще раз повторите эту цифру. Ну, в среднем. Сколько сенцев мы выращиваем? Да, 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 да. На сегодняшний день мы на своем постоянном лесном питомнике выращиваем более 6 миллионов сенцев. 6 миллионов сенцев. И все рассаживаете или есть излишки? Значит, на сегодняшний день у нас на питомнике находится всего у нас по лесхозу 14 теплиц. Эти теплицы строились с прицелом на то, чтобы питомник зарабатывал деньги. То есть питомник тоже мы... у нас были контракты с Российской Федерацией, но после того, как пошел массовый кредит, первостепенная задача стала облесить наши леса. Также много идет посадочного материала на дополнение, потому что тысяча гектар садись, и на сегодняшний день, вот мы, например, сделали инвентаризацию своих насаждений, значит, порядка тысячи гектар надо делать дополнение. То есть этот питомник на сегодняшний день полностью себя обеспечивает. Конечно, в ближайшем будущем, в связи с тем, что у нас уже площади по караеду сократились, можно даже сказать, его в основном таких сплошных очагах уже больших нету, мы надеемся через некоторое время опять приступить к реализации посадочного материала на экспорт. То есть мы на питомнике, как и планировали, планируем зарабатывать деньги. Ну, у вас такая гибкая система. Нужно для своих нужд, значит, оставляем. Есть излишки, продаем и зарабатываем деньги. Хорошо. Еще момент. Вот скажите, на неделе леса, по-моему, в апреле, да, мы неделю леса эту проводим. Это очень полезное, хорошее, интересное мероприятие, причем для всех, наверное, как и для лесоводов, но хлопот вам много, но и для обычных людей. Так вот, из сеянцы с закрытой корневой системой высаживаем в том числе, да? Да. Есть с открытой, а есть и... Есть с открытой, а есть с закрытой корневой системой, да. Ну, вот здесь открытая, да, показывается. Открытая корневая система, да. И с садим трубой, называется патитутка такая. Такая синяя штука, да? Приносили однажды мы в студию. Бывает праздная. Помню, помню. Вот, Игорь Николаевич, еще один момент. А как часто вы инспектируете вот эти молодые посадки? Вот было посажено определенное количество леса в апреле, так? Смотрели, как они там прижились саженцы? Действительно 98% приживаемости? Ну, я вам скажу, эту работу каждый лесхоз ведет постоянно. Он ведет постоянно не только вот эти посадки, а он ее до момента перевода, до 7-летнего возраста, он сопровождает все эти посадки. У каждого лесника в обходе есть свои участки, поэтому их мониторят, комиссии мониторят. И наша задача не только посадить лес, наша задача посадить качественный лес, чтобы он к 7-летнему возрасту направил определенные параметры. То есть это и количество тысяч штук должно быть на гектаре, и средняя высота соответствовала. Вы знаете, вот весной у меня была программа на тему леса. Мы встречались с генеральным директором в этой студии, с генеральным директором Гомельского производственного лесохозяйственного объединения. И после программы мне один из телезрителей задал вопрос. А вы спросите у работников леса, вообще вот посадили эти сеянцы, саженцы, да? А потом удобряют ли их? Или вот как посадили, так они и растут? Ну понятно, что не поливают. А удобряете? Это вопрос зрителя. Нет, мы не удобряем. Хватает той влаги для проживаемости, которая, естественно, получается. И влаги, и, я так понимаю, питательных веществ, да? Это не огородные, не садовые культуры. Они растут сами по себе. Спасибо. Но это для расширения кругозора телезрителей. Каким количеством леса ежегодно прирастает Гомельская область? Я уже немножко говорил об этом. Ну это примерно, если говорить про посадку или лесовосстановление, мероприятие по лесовосстановлению, это в районе 20 тысяч гектар. Ну а если говорить о объемных цифрах, то, о чем мы говорили с вами недавно, то есть на какой, сколько древесины прорастает у нас, то получается по области примерно, ну порядка 7 миллионов кубометров. Общий запас у нас по области лесов это 400 миллионов, ну ежегодно прирастает около 7. Ну я еще один вопрос задам. Это действительно Гомельская область самая лесистая? Да, действительно. В республике? Действительно, действительно. А вот витебляне там претендовали на первое место. Ну я читала в средствах массовой информации, что самая лесная область. Думаю, как же так? Ведь Гомель же, Гомельская область самая лесистая. Ну здесь может по каким-то отдельным показателям просто идет перетягивание. На самом деле Гомельская область самая лесистая, самая лесистость у нас самая большая. Спасибо. Хорошо. Чувствуем себя лидерами. Можно ли предположить, вот какой будет лесистость через 10-20 лет? Это будет понарастающе идти? Ведь нельзя же, наверное, бесконечно наращивать. Есть же какой-то предел. Все правильно. Все правильно вы говорите, потому что лесистость, это отношение площади лесов, которые у нас есть, к площади района, области, республики, она не может бесконечно расти. Мы прогнозируем и видим, что будет рост лесистости у нас и в области, и в целом в республике. Но она будет меняться незначительно уже, потому что мы какого-то оптимального, оптимальной лесистости, ну, практически достигли. То есть это будут десятые доли процента. То есть нам нужно держаться на этом уровне, получается, да, приблизительно, или чуть-чуть прирастать? Мы будем чуть-чуть прирастать. Вот порядка 40% у нас лесистость по республике, она примерно на этом уровне и будет сохраняться. Десятые проценты будут расти. Незначительно, потому что рост, он должен быть обусловлен площадями. То есть это земельный наш ресурс, земельный фонд. Ну, на сегодняшний день у нас земля практически вся используется. Она имеет свое назначение. И облесять, скажем так, создавать лес на новых площадях, их просто скоро не будет. Ну, вы знаете, ведь здесь же, наверное, еще и важно следить за состоянием леса и возрастом леса. Он же тоже, наверное, не должен превышать определенного уровня, да? Конечно. Ну, все на самом деле не так просто. У нас все леса, они проинвентаризированы в республике. Значит, раз в 10 лет проводится базовое лесоустройство. Это считается, можно сказать, каждое насаждение подлежит учету. И рассчитывается оптимальная возрастная структура, которая должна быть, которая влияет на количество рубок, мероприятий, проводимых в течение этих 10 лет. Все нацелено, вся эта работа нацелена на то, чтобы выровнять возрастную структуру наших лесов. Все это приведет к тому, что мы будем фиксировано точно знать из года в год, какой объем у нас есть лесопользование. Ну, и примерно вот такая будет у нас в дальнейшей большой перспективе такая стабильность. Хорошая перспектива, и пусть мы ее достигнем этой цели. В последние годы природа приносит разные неприятные сюрпризы. Лесные пожары, которые мы помним по весне. И причем это каждую весну и каждое начало лета. Как в этом году, кстати. Но по весне горело, особенно Украина, да, и вот соседние с Украиной районы страдали. Были у нас в этом году и крупные пожары, и трансграничные пожары. Значит, более 200 лесных пожаров у нас произошло. Площади, ну, большие площади охвачены были. Но это серьезные испытания для работников лесного хозяйства? Конечно, это испытания. Но я отмечу, что лесной фонд наш не очень пострадал. Очень много было пойменных пожаров, где горели наши поймы. Болото. Это все регион. В основном южный, где мы граничим с Украиной. Это Ленчицкий, Наравлянский, Ельский район. Там часто у нас, часто достаточно возникают лесные пожары. Пожаров было много. Пики такие были у нас и в 2015, и в 2009 году. Ну, в этом году, ну, вышли с этой ситуации, я считаю, что достойно. Наши люди справились, тушили, привлекали соседние лесхозы на тушение. МЧС. Очень плотно мы с ними взаимодействовали, работали совместными усилиями. Мы этот период весенний прошли. Ну, мне кажется, что вот в этом году ураганов было значительно меньше, чем в минувшие годы. Ведь вам еще и с этим приходится справляться. Да, к сожалению, наверное. Но практически ежегодно сильные ветра у нас по территории области проходят. В этом году больших буреломов не было у нас. Ну, выборочно, конечно, выборочно деревья повреждаются, единичные падают. Ну, стараемся это все оперативно убрать. Это же тоже надо быстро, правда? Конечно. Стараемся оперативно убрать, навести порядок. Но в целом, конечно, это явление, отмечу так, вот именно ураганы на территории республики и на территории нашей области, ну, становится их все чаще. Даже чаще? Мне показалось, что в этом году вот как-то и не... Нет, я не про этот год. Я вот период, который там наши ученые говорят и все анализируют. Последние 20 лет порядка 15 ураганов по республике прошло. Ну, где-то небольшие. Все мы помним Хавьер, который проходил. Это Минскую область затронул, где вся республика работала. 3 миллиона кубометров древесины было повреждено. Ну, актуальный вопрос. Вы знаете, еще один най-актуальнейший вопрос, который мы уже сегодня поднимали, это караед. Игорь сказал, что чуть меньше стали очаги, да? Стабилизировалась ситуация, воды больше стало, больше дождей прошло. Или уже вот эти именно очаги с очагами боролись, и поэтому караед не стал так распространяться. И нашли способы вот уничтожения веток. Поняли, какова тактика борьбы с ним, да? Я вам скажу, что массовый караед был, это 17-19-е года. Значит, на сегодняшний день он везде, и по республике его уже практически нет. Ну, что касается гомельского опытного лесхоза, то есть только единичные деревья. Даже деревья, не делянки, а деревья. Не делянки, а деревья. Чем это было условлено? Я вам скажу, что это было условлено тем, что мы своевременно и правильно начали борьбу с этим караедом. На территории гомельского опытного лесхоза был и даже международный семинар, когда и западные специалисты приезжали, и мы показывали, как мы боремся с караедом. И на сегодняшний день часть лесов там Австралии, Словакии, они идут по нашему методу. Поэтому здесь два фактора я вижу. То, что мы оперативно правильно начали бороться с ним. Ну, и второй фактор – это то, что в последнее время все-таки влаги стало немножко больше. Чуть больше. Я поняла. Но на помощь вам пришли ученые, верно? Да. Ученые Института леса Национальной Академии Наук Беларуси активно сотрудничают с работниками лесного хозяйства по разным вопросам. От разработки технологии выращивания ягод и грибов для внедрения в условиях лесохозяйственного производства до изучения поведения караеда и выработки мер борьбы с ним. И прямо сейчас с нами на связи Людмила Мажоровская, научный сотрудник сектора геномных исследований и биоинформатики, лаборатории генетикой и биотехнологий, председатель Совета молодых ученых Института леса Национальной Академии Наук Беларуси. Мила, добрый вечер. Добрый вечер. Елена и гости студии. Рада вас приветствовать. Спасибо огромное, Мила. Ну, у нас к вам есть несколько вопросов. Поможете? Конечно. Скажите, пожалуйста, вот мы здесь и про пожары, и про ураганы, и про караеда. Так вот, каких результатов достигли исследования ученых по изучению мер борьбы с жуком-караедом? Я имею в виду гомельских ученых. Пожалуйста. Да, да. Ну, значит, на базе нашей лаборатории геномных исследований и биоинформатики были проведены значительные такие исследования касательно метокондриального генома вершинного караеда. Был расшифрован он, значит, и прочитан полностью. В том числе использовались популяции караедов как из очагов усыхания. Да. По настоящему времени, значит, охвачены все области республики. Были установлены такие характеристики, то, что ряд особей имел сходный генотип с общеевропейскими популяциями – Польши, Финляндии, Норвегии. Но также были выявлены особи, которые характеризовались мутационными изменчивостями некоторых генов митохондриальной ДНК. Что может говорить о том, что данные изменения могут влиять на физиологическую активность насекомого, так и в целом на поведенческие характеристики популяции. Значит, это очень интересное наблюдение. И сейчас проводятся исследования для дальнейшего установления родоначальников белорусских популяций. Предположительно, вероятно, это два гоплотипа. И в ближайшее время будут установлены такие родоначальники, которые как-то повлияли на некоторые популяционные изменения в нашей республике. Ну, понятно, Мила. Но здесь-то вопрос, первый вопрос в том, что нужно бороться с самим жуком-караедом, так? А второй момент – это неплохо было бы наверняка высадить в леса те деревья, которые окажутся не по зубам жуку-караеду, ведь верно? Скажите, какие перспективы развития в области селекции деревьев с повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам – к караеду и заболеваниям? Ну, значит, мы, как и ученые, и, я думаю, лесоводы практики поддержат то, что будущее белорусских лесов в закладке деревьев, как раз характеризирующихся устойчивостью к климатическим некоторым изменениям, так и к различным биотическим факторам, вредителям, в том числе и заболеваниям различного рода. Значит, на базе института такие исследования проводятся по ряду видов деревьев, так по ясеню обыкновенному, сейчас вот в Беларуси наблюдается холаровый некроз, проводится идентификация деревьев, характеризующихся устойчивостью, это около 8% деревьев таких. В дальнейшем, значит, будут эти деревья отобраны для закладки опытных объектов. Подобные исследования проводятся и для ели, значит, выявлены архиклоны по геноустойчивости, корневой губки. Ну а по сосне какие-то исследования проводятся? По сосне по самой? Да, по сосне у нас проводится. Значит, по сосне обыкновенно у нас сейчас вот заложен объект с устойчивыми сеянцами из очагов инфекционного полигония. Значит, для них также были идентифицированы спектры защитных генов, который может в дальнейшем использоваться для селекции по данным типам генов, которые будут характеризоваться, будущие деревья будут характеризоваться устойчивостью к различным неблагоприятным факторам. Мила, мы уже представили тот лес, где растут исключительно здоровые деревья. Сосны, березы, дубы. Не берет их караед. Они совершенно нормально реагируют на отсутствие влаги, на сухую весну, если бы они еще и противопожарными были. Вот это было бы здорово. Мила, спасибо огромное. Еще два слова буквально пожелания коллегам. Соответственно, мы и вас поздравляем с наступающим профессиональным праздником. Пожалуйста. Спасибо. Конечно, хочу поздравить всех работников лесной отрасли с профессиональным праздником. Пожелать любви, благополучия, оптимизма, новых свершений, побед, как в сохранении, так и при умножении леса нашего белорусского для последующих поколений. Мила, спасибо огромное. Спасибо вам профессионального роста, новых открытий, всего самого хорошего. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что с нами на связи была Мила Мажоровская, научный сотрудник сектора геномных исследований и биоинформатики, лаборатории генетики и биотехнологий, председатель Совета молодых ученых Института леса Национальной Академии Наук Беларуси. В преддверии профессионального праздника, дорогие друзья работников леса, говорим о лесном фонде, о достижениях, перспективах работы лесоводов. У нас не так много времени остается, но все же еще этот вопрос хочу задать, прежде чем поговорить о том, где же искать грибы. Игорь, вот особенность гомельского лесхоза еще и в том, что он расположен рядом с полумиллионным городом, верно? И это забота и нас, граждан, населения города, но и ваша непосредственная обязанность, хотя лучше бы, если бы вы занимались не уборкой территории, ведь правда, а именно уходом за лесными насаждениями. Много хлопот доставляет человек по сравнению с жуком-караедом? Я имею в виду свалки возле дачных кооперативов, несанкционированные палы, мусор возле города вдоль дорог и так далее. Я вам скажу, на территории Гомельского района, кроме того, что находится город Гомель полумиллионный, находится 333 садоводческих кооператива. И понятно, что население, особенно в выходные дни, ездит на дачные кооперативы. Ну, где-то большая часть, конечно, там ответственные председатели садоводческих товариществ, заключены договора на вывоз ЖКХ мусора, но есть еще проблемные участки. Мы видим эти проблемные участки, мы мониторим. Я вам скажу, что на сегодняшний день Лесхозам составлено 91 протокол. Это в разной части и в запрете на посещение лесов, и выброс мусора. Значит, для более эффективной работы Лесхозам закуплено 33 фотоловушки, которые помогают нам находить вот этих людей, которые выбрасывают мусор, как-то с этим бороться. В целом же картина, я вам скажу, что с каждым годом она, в принципе, улучшается. То есть культура растет, обращаемся с отходами. Культура растет, да, но еще мы не дошли до какой-то там идеальной картины, но все-таки я надеюсь, что в ближайшем будущем все-таки мы эту переломим статистику негативную, и народ будет все-таки лучше к природе относиться. Потому что любому человеку, который выезжает на природу, хочется заходить в чистый лес. Абсолютно точно. Но и по вашему высказыванию я поняла, что даже количество мусора вдоль дорог в лесных массивах не может сравниться с тем вредом, который наносят дачники. Верно? Верно. И я вам скажу, что все основные вот эти вот трассы для более лучшего санитарного состояния леса мы заключаем договора с частными лицами, которые нам три раза в неделю помогают убирать. То есть мы договора подряда заключаем, которые не только лесники убирают, потому что в них там есть и основная своя работа, но также заключаем договора подряда, людей нанимаем, которые помогают нам наводить порядок в дом придрожных полос. А ведь если бы граждане были более сознательными, мусор не выбрасывали, эти деньги можно было бы направить на благоустройство, верно? Можно было бы закупить какую-то наверняка полезную технику для работы лесоводов, так? А может быть какие-то дополнительные места отдыха организовать за эти средства, правильно? Конечно. Здесь это правильное направление. Все-таки саккумулировать эти свободные средства, все же они направлены были на благосостояние наших людей, на новые места отдыха, где-то ремонт, где-то строительство. Поэтому давайте, дорогие граждане, вот может быть даже и обратимся. Уважаемые телезрители, те, кто имеет и дачные участки в непосредственной близости от леса, помните, тот мусор, который вы оставляете, вредит лесу и вам лично. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы он был правильно утилизирован. И не забывайте о палах, да? Сжигать растительность нельзя, потому что в непосредственной близости к лесу это может иметь серьезные последствия. Так? Давайте теперь о приятном. Осень. Сейчас о чем все говорят? О том, сколько кто в выходные набрал ведер боровиков. Ну, у кого, как не у вас, нужно спросить, где самые грибные места в Гомельской области? Пожалуйста. Куда идти в лес? Вот так. Сергей Александрович, или вы тоже не выдаете грибные места? Нет, такой прямой вопрос. Но я в целом за область скажу. Что на самом деле, значит, вот этот грибной бум, который в основном это вокруг Гомеля, этот у нас грибной бум, ну, в этом восточном регионе, скажем, нашей области. Да. В целом по области ситуация совсем она, ну, неоднозначная, она такая разная. Потому что юг нашей области, запад, центральные регионы, ну, там грибов очень мало, их практически, местами практически вообще нет, потому что осадка проходила... Это в этом году, вы говорите конкретно этого года. Сейчас, я говорю, сейчас, нынешняя ситуация. А здесь, возле Гомеля, конечно, прошли осадки обильные, было тепло, поэтому грибы растут. Ну, а в целом, этот год можно назвать урожайным на грибы и ягоды? Игорь? Очень можно. Потому что мы даже видим, сколько на рынках продают грибов. Я вам скажу, вот, и разговаривая с грибниками, то такой вот этот год своеобразный в плане количества грибов, поэтому и осадки способствуют. Поэтому я бы хотел только сообщить, что на территории... Гомельский лесос находится на территории, в основном, на территории двух районов. Это Гомельский район и Добрыжский район. Так вот, в Добрыжском районе, чтобы уважаемые телезрители не собирали грибу, потому что все-таки там еще чувствуется радиация. Там есть еще радиация, поэтому... А в Гомельском районе, пожалуйста, вокруг Гомеля, ну, не собирайте прямо возле дорог, вглубь отходить. Сколько метров нужно отойти, так, чтобы быть уверенным от трассы? Чтобы быть уверенным, надо метров пятьдесят отходить. Минимум? Минимум, да. Минимум, да. И вот еще давайте напомним телезрителям, ведь существуют карты радиоактивного загрязнения, да, нужно свериться, верно, чтобы не попасть в ту зону, откуда грибы брать нельзя, точно. И каждый лесхоз имеет, и каждое лесничество наверняка может подсказать. Знаете, вот есть умные книги, вот я увидела схемы эти на экране, есть умные книги, в которых прописано даже, как искать грибы, разработаны специальные схемы, то мы идем там вокруг каждого дерева, то вот нашел грибочек, да, и потом по спирали раскручивайся, и иди, вот наворачивай круги вокруг этого места, вплоть до того, что колб поставь, и вокруг этого места иди. Вы вот как относитесь к тому, что есть научные подходы к сбору грибов? Улыбается Игорь, улыбается Сергей. Вот как вы относитесь к этому? Действительно ли соответствует схема, что вот так будем искать? Игорь? Да, знаете, мы хаотично ходим по лесу, собираем грибы, какой-то определенной схемы нет, надо смотреть, какой тип леса. Так, так, давайте ближе к теме, какой тип леса. Ну, у нас сосновый, что ищем в сосновом лесу? Вот сейчас все маслята внизу. Здесь так однозначно тоже говорить нельзя, потому что есть, ну, грибные места, скажем так, все же говорят, грибное место, грибное место. Так, Сергей, но вот как по внешнему виду это грибное место определить? Или просто действительно нужно слушать старожилов? Вот здесь всегда были грибы, и сейчас иди туда и наберешь. В основном так, потому что грибы – это есть плодовое тело, снизу есть мицелий, от которого гриб появляется, погодные условия благоприятные, влага упала, тепло, значит, на грибном месте обычно всегда появляются грибы. То есть если мы знаем какое-то грибное место, благоприятная погода, с большой вероятностью, там появятся опять вырастут грибы. Мы их собираем, надо узнать, скажем так, надо знать грибные места. То есть проводите опрос среди местного населения, и таким образом выявляете грибные места. Но ведь когда-то же, ну, в каком-то месте, в каком-то лесу появится эта самая грибница? Конечно, есть особенности у гриба. Ну, возьмем те же маслята. Это в основном хвойные молодые посадки, немного смешанные посадки. Там, где у нас, скажем так, поверхность покрытая их лицей. Есть наши опята, которые на пнях произрастают, на мертвое древесине. Ну, есть закономерность. Боровики наши, которые любят не темные леса, а более светлые леса. В молодых они в посадках, ну, реже произрастают. То есть это постарше насаждение, лет за 30 должно быть. Есть определенный момент. А вот правда говорят, что если вы нашли лисички в лесу, так, приходить туда недельки через две, и ровно здесь же будут расти боровики. Это правда? Ну, если грибное место, наверное, да. Так, что скажет Игорь? Ну, скорее всего, да. Скорее всего. Так, тоже грибные места не выдает. Информацией сложно делиться. Хорошо. В последнее время появились жертвы тихой охоты. То есть люди, которые отравились грибами. Это Брестская область я читала. Под Оршей женщина отравилась. Скажите, пожалуйста, дайте советы людям, дилетантам и опытным грибникам, чего не нужно делать никогда, и как нужно правильно гриб правильный найти, как его сварить, как приготовить. Почему люди травятся, собственно? От незнания говорят, что вот даже опытные грибники могут ошибиться. Я вам скажу, человек, который пришел из грибов, насобирал урожай грибов, ну, не стоит, не составит большого труда обратиться в лесхоз, чтобы проверили его на радиацию, и наши люди помогут определить, правильно ли грибы он собрал. Поэтому лучше лишний раз перестраховаться, подойти, подъехать. В каждом районе есть лесхоз, в котором есть лаборатория. И там наши люди подскажут. Ну, это самый простой способ. Ну, согласитесь, не каждый дачник поедет в лесхоз. Ну, давайте еще, наверное, все-таки повторим. Второй способ, это самый главный, не уверен, ну, сомневаешься, не бери, не употребляй такой гриб в пищу. И, кстати, можете сказать, сколько времени грибы хранятся? Вот собрали, корзинка сколько может во дворе стоять в тенечке? Или сразу надо перебирать? Конечно, желательно сразу перерабатывать грибы. Это быстро скоропортящийся продукт? Да. Так, понятно, хорошо. Еще я хотела спросить о дровах, поскольку проанонсировала этот момент, вот этот вопрос. Традиционно осенью население заготавливает дрова. Скажите, куда обращаться, чтобы специалисты привезли дрова? Ну, я так понимаю, лесхоз же заготовкой дров занимается? Сегодня человек, который проживает на территории, например, Гомельского района, Добровского района, он может обратиться, да, в принципе, это по всей Белоруссии, ближайшее лесничество. Так. Там, где оперативно ему выпишут дрова, оперативно помогут с доставкой. Сегодня никаких вопросов нет. Ну, вы говорите оперативно. Ну, в какие сроки? Это заказал и вскоре привезли? Ну, заказал в течение двух-трех дней, пожалуйста, привезут дрова. То есть такая услуга будет оказана? Это? На сегодняшний день я не вижу проблем по парализации дров. Ну, это вы не видите. А, например, дачники не знают, где, как, что. Значит, мне тоже часто на телефон звонят. Я объясняю, что ближайшее лесничество, и всем дана команда, и у нас лесничество заинтересованы в реализации дров. Поэтому смысла нет. И человеку не нужно беспокоиться, где взять технику, чтобы привезти? Мы сегодня готовы. Мы оказываем услуги по доставке дрова. Ради бога, куда скажут, туда завезем. И сразу топиться можно или все-таки сушить эти дрова? Я вот хотел сказать, что вы сказали, вот осенью заготавливают дрова. Хороший хозяин заготавливает весной дрова, чтобы они за лето подсохли, потому что осенью уже надо топиться. Игорь, ну разные хозяева бывают, понимаете? Может быть, только-только печку поставили и вспомнили, что и дрова нужны. Поэтому, ну, и осенью не поздно. Лучше, конечно, летом. Да. Верно, да. Ну, понятно. Время нашей программы убегает, утекает. Ваши пожелания коллегам в преддверии профессионального праздника. Пожалуйста. Я хочу пожелать, поздравить всех наших работников, вообще в целом, тружеников которых, работа которых связана с лесом. Пожелать им здоровья, пожелать им стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Пусть сбываются ваши мечты, все ваши планы осуществляются с праздником. Прекрасные слова. Игорь, добавите. Хочу поздравить всех коллег, особенно ветеранов отрасли, с наступающим праздником. Крепкого всем здоровья. Самое главное, иметь позитивное настроение всегда. Спасибо огромное. Ну, а я от имени всех телезрителей и творческой группы телерадиокомпании «Гомель» поздравляю вас, Игорь, Сергей, с наступающим профессиональным праздником. Ну, естественно, доброго здоровья и высоких результатов, всего самого наилучшего. Дорогие друзья, сделать вывод о том, насколько полученная информация о лесе окажется полезной, вы сможете уже в самое ближайшее время. Проверьте обязательно. Ну, а я еще раз поздравляю работников леса с профессиональным праздником и желаю всего самого наилучшего. Это была программа «Добрый вечер, Гомель» и я, ведущая Елена Троценко. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова